Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий телепроекта, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. Илья Ябаров был с позором изгнан за периметр. Организаторы проекта выгнали его за нарушение авторских прав. Он решил пропиарить свой концерт, используя логотип компании на афишах. Официальная причина ухода Ябарова – это его неумение строить отношения. Также за ворота отправили и Яну Шофееву. Она пишет «Ну что, дорогие, сегодня по непонятным для всех причинам меня отправили за ворота. Сказать, что я расстроена, ничего не сказать. Тимур, я буду скучать по тебе». К Оляну Должанскому пришли очень неординарные девушки. Вот одна из них – Сабрина, ей 27 лет. Говорят, что она очень похожа на Жанну Фриске. Руслана Мишина пригласила их на остров, для того, чтобы Коля построил с ними отношения. Сама же Руслана очень хочет искренних отношений без вранья, и она просится обратно на поляну. У Владислава Кадони новая работа. Теперь фанаты смогут наблюдать своего любимчика на канале НТВ. Влад будет вести программу «Новое утро» каждый будний день. Пожелаем ему удачи. Татьяна Владимировна Африкантова, которая в Греции отдыхает с мужем, жалеет, что так опрометчиво покинула проект. Вот ее крик души. Хочу на дом 2. Хочу назад, где я чувствовала себя, как рыба в воде. Дом 2 – место для таких, как я. Напишите начальству, отправьте меня на дом 2, там мое место, а не на доме престарелых. Есть у меня еще порох в пороховницах. Я уже обалдела от тишины. Хочу домой. Хочу на дом 2. Все хочу. Саша Харитонова, которая теперь секретарь Андрея Чуева, высказалась по поводу возможного служебного романа с начальником. Ребята раздулись, что у нас могут быть дальнейшие отношения, ведь он развелся с женой, и в отношениях с Мариной у него не так хорошо. Он мне приятен, и как партнер, и как компаньон. О любовных отношениях я не думаю. Хотя исключать такой вариант не стоит, ведь никогда не знаешь, что произойдет завтра. Костя Иванов разочаровал своих подписчиков. Он опубликовал некрасивое видео, где оскорбил свою бывшую жену, мать своего сына. Видимо, он был в нетрезвом состоянии, он сказал «Год, я уже без тебя, дай мне сына, гори в аду», и после обозвал различными нехорошими словами. Реакция бывшей жены Кости Иванова на это видео была такая «Я на него зла не держу, я думаю, он несчастлив, вот и пытается меня уколоть». Ходят слухи, что тайная возлюбленная Влада Кадония – это никто иная, как экстрасенс из Питера, участница шоу «Битвы экстрасенсов» Наталья Бантеева. Об этом судачили еще в 2013 году, но вот слухи возобновились с новой силой. В сети появился новый снимок Вики Бони. Глядя на него, становится понятно, что Вика активно прибегает к косметическим процедурам, и она сильно перестаралась в свой последний поход к косметологу. На снимке лицо Вики выглядит опухшим и совсем не привлекательным, а губы похожи на огромные пельмени. Подписчики комментируют «Никакого чувства меры, если это Боня, то от Бони вообще ничего не осталось». На этом все, спасибо, что были с нами, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго!